несебр один из самых популярных приморских курортах болгарии он расположен на черноморском побережье страны неподалеку от еще одного известного болгарского курорта солнечного берега входящего в муниципальную территорию несебра старый город исторический район несебра это древнее поселение с мощными крепостными стенами античными сооружениями с церквями расположившиеся на вне большом каменистом полуострове отделен от континента узким перешейком хорош хорошо укрепленным каменным фортом в этом живописном уголке несебра с его извилистым лыжиным и булыжником полочками совершенно удивительная архитектурная застройка характерная для эпохи возрождения болгария которая началась после освобождения страны от турецкого иго современная же часть города минумая новый несебр выстроена за перешейком на континенте здесь вы найдете отель и апартаменты студии хостел на любой вкус жители города доброжелательных кто и к туристам. Многие владеют русским, английским, говорят и на других европейских языках. Отдельной похвалы заслуживает местная кухня, вобравшая в себя традиции сытной балканской кулинарии и изысканность турецких блюд. Основание Нисепра восходит к бронзовому веку. Населявшие в то время эти земли фракидцы возвели укрепление на небольшом полуострове. Построили два торговых порта с южной и северной стороны крепости, где природа уже создала удобные естественные бухты. Защищенный от штормов, город был назван Милсомбрия в память о легендарном основателе-предводителе первых посленцев Милсе. Об этом предании упоминают римские историки Георов Страбонс в своей энциклопеи. Нисепр находится почти в четырех часах езды на автомобиле от Софии. В часы езды от Варны и в полчаса от Бургаса, но смотря еще кто едет с какой скоростью. Климат Нисепре умеренно континентальный, туристический сезон здесь длится с мая по сентябрь. Загорать на пляжах можно уже в начале мая, днем температура воздуха поднимается до 20 плюс градусов, но вода в море все еще холодновато. В этот период бывают дождливые и прохладные дни. Купальный сезон открывают в конце весны, когда прибережные воды прогреваются до плюс 18 и плюс 20 градусов. Со второй декады июня море прогревается до 23-25 градусов тепла. Такие показатели нередко удерживаются до середины сентября. В целом отдыхающие могут наслаждаться солнцем и купанием около полугода. Еще в конце сентября температура воздуха держится в отметке 21-22 градуса. Климат в Несебре умеренно континентальный, туристический сезон здесь длится с мая по сентябрь. Загорать на пляжах можно уже в начале мая, днем температура воздуха поднимается до 20 плюс градусов, но вода в море все еще холодновато. В этот период бывают дождливые и прохладные дни. Купальный сезон открывают в конце весны, когда прибережные воды прогреваются до плюс 18 и плюс 20 градусов. Со второй декады июня море прогревается до 23-25 градусов тепла. Такие показатели нередко удерживаются до середины сентября. В целом отдыхающие могут наслаждаться солнцем и купанием около полугода. Еще в конце сентября температура воздуха держится в отметке 21-22 градуса. Пик сезона в Несебре. Приходится на июль-август. Температура воздуха неделями превышает отметку плюс 30 градусов. Солнце довольно агрессивное. После обеденное время лучше запланировать экскурсии. Ветренные дни волны прибивают к берегу водоросли, но персонал быстро очищает пляжи. Жара спадает к сентябрю. Здесь этот период называют бархатным сезоном. Туристы с детьми школьного возраста разъезжаются по домам. На курортных пляжах становится тише и просторнее. С октября по апрель поток туристов спадает, но истинные ценители старины утверждают, что осень лучшее время для спокойного и обстоятельного знакомства с достопримечательностями старого Несебра, когда можно побродить по пустынным улочкам, продуваемым свежиморским бризом. Узкие улочки Несебра вымощены гранитной брусчаткой. Высокий сезон с утра до вечера заполнены туристами со всего света. Они приходят из гостиниц континентального Несебра, приезжают из отелей близко расположенного курорта Солнечный берег или отдаленных курортных центров Черноморского побережья Болгарии, чтобы познакомиться с расположенным в древнем городе за достопримечательностями. Примерно три древнего города на сегодняшний день затоплено морем. Под водой можно различить уходящие в глубину крепостные стены. Проросшие водорослями болгарские археологи провели несколько подводных экспедиций, во время которых были обнаружены хорошо сохранившиеся сооружения античных времен. С их находками туристов знакомят интересные экспозиции в археологическом музее. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok